Всем привет! С вами ДК-82. Сегодня хочу немножко похвалиться. Давно я хотел и, наконец, собрал вот такой вот комплект полевой посуды армии Австрии. Вот так он выглядит в закомплектованном виде. Сейчас расскажу более подробно, что он из себя представляет. Состоит комплект из трех предметов. Это фляга, котелок и чехол. Чехол изготовлен из плотного такого синтетического материала. Цвет олива. На внутренней стороне имеется бирка с надписью 100% полиамид. И год выпуска 1985. Тут же на внутренней стороне чехла есть такой кармашек небольшой для обеззараживающих таблеток типа Акватапс. У меня как раз такие были. И несколько штук я сюда положил на всякий случай. На внешней стороне имеются две пластиковые клипсы. Вот такие вот. Для крепления на поясном ремне, либо на снаряжении. И закрывается чехол с помощью двух заклепок. Достаточно таких крупных. Снизу имеется отверстие для удаления влаги. Идем дальше. Фляга. Объем 950 миллилитров. В пустом виде весит 85 грамм. Изготовлена из пищевого пластика. Достаточно такого прочного. Здесь вот на плечиках и на дне практически не продавливается. А в середине вот можно продавить. Но в любом случае по ощущениям прочнее, чем обычная пластиковая бутылка. Крышка тоже пластиковая. Внутри имеется резиновое колечко, прокладка. Крупная резьба. Закрывается абсолютно герметично. Постороннего запаха воде не дает. И крепится крышка, чтобы не потерялась, в горловине с помощью такого вот тоже пластикового тренчика. Горлышко у фляги достаточно широкое. Диаметр 3,5 сантиметра. Что удобно как при заборе воды из крана или открытого источника, так и при переливании воды из фляги в другую тару. Ну и пить из фляги широким горлышком намного удобнее, мне кажется. Что еще? Фляга прозрачная, поэтому удобно контролировать расход воды. У меня даже была идея нанести перманентным маркером деление, но пока руки до этого не дошли. Фляга не рассчитана для кипятка, только для холодной воды. Алкоголь, думаю, в нее тоже не стоит наливать. Про флягу на этом все. Котелок, он же подфляжник. Вес около 300 грамм, объем 750 миллилитров. Изготовлен из толстостенной нержавейки. Имеется вот такая откидная ручка, которая фиксируется с помощью достаточно интересного крепления. Больше я нигде такого не встречал. Здесь имеется вот такая подвижная планка с зацепами. Ручка поднимается, вот эти зацепы крепятся за выступы, назовем их так. И таким образом вот фиксируется. Достаточно удобно. В этот котелок, насколько мне известно, помещаются другие армейские фляги. Натовская, армия США, ну и советская, мне кажется, тоже войдет. Котелком я пользуюсь года два-три примерно. Дополнил его крышкой из листового алюминия. Вот таким вот образом, чтобы вода быстрее закипала. Крышка, кстати, без проблем помещается внутрь чехла. Сейчас покажу, как это все собирается. Котелок, фляга. Вот сюда вот крышка. Закрываем. Ну и еще этот комплект дополнил я вот такой вот небольшой кружечкой. Вот так она одевается. По-моему, очень даже прекрасно дополняет этот комплект. Ну и внутри чехла остается достаточно места для того, чтобы положить туда, например, пакетик чая, быстрорастворимый кофе. Подведем итог небольшой. На мой взгляд, комплект очень даже удобный. В чем-то душевный. Ну, мне зашел во всяком случае. Для похода выходного дня, для каких-то коротких вылазок на природу, ну, прям самое то. Хотя выбор снаряжения дело такое индивидуальное. Некоторые балдеют от советского армейского котелка. Я лично сколько ни пытался с ним ходить, готовить в нем, ну, не мое. А на сегодня это все. Надеюсь, что изложенная информация кому-то окажется полезной. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Острых вам ножей, крепких рюкзаков и легких дорог. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok